Всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. Я напомню, что на сегодняшний день срок действия российского водительского удостоверения составляет 10 лет. То есть раз в 10 лет каждый водитель должен пройти медосмотр в установленном порядке, получить действующую медсправку, записаться в подразделение госавтоинспекции, оплатить госпошлину 2000 рублей, после чего прийти в это подразделение в назначенную дату и время, сдать необходимые документы, сфотографироваться и получить новое водительское удостоверение. Сроком действия еще на следующие 10 лет. Пазалось бы, ничего сложного, но это деньги и время. 5 июля 2024 года в Госдуму был внесен законопроект, которым предполагается увеличить срок действия водительских удостоверений для некоторых категорий водителей с 10 до 15 лет. Согласно тексту документа, статью 25 Федерального закона о безопасности дорожного движения предлагается дополнить пунктом 6.1 следующего содержания. Срок действия российского национального водительского удостоверения составляет 15 лет в случае, если водитель не был привлечен к административной или уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, связанное с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим по его вине. Таким образом, речь идет о том, чтобы в полтора раза увеличить срок действия водительского удостоверения только для тех водителей, которые за эти указанные 10 лет не становились виновниками ДТП. То есть это еще одна из форм побуждения водителей к безаварийному вождению. Напомню, что сейчас уже действует правило по страхованию, по ОСАГО, согласно которым безаварийные водители каждый год за счет коэффициента КБМ получают скидку. То есть каждый год ты ездишь безопасно, постепенно за счет этого понижающего коэффициента КБМ для тебя стоимость полиса ОСАГО становится дешевле. Минимальное значение этого коэффициента КБМ в 2022 году было снижено, и на сегодня оно составляет 0,46. Соответственно, для самых безаварийных водителей, которые передвигаются без аварий, не становятся виновниками ДТП более 10 лет, стоимость полиса ОСАГО становится дешевле более чем в два раза. Кстати, выгодно оформить или продлить электронный полис ОСАГО вы сможете по ссылке в описании. 8 июля 2024 года данный законопроект был направлен в профильный комитет, это Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день он готовится к рассмотрению в первом чтении Госдумы. Оно состоится уже в осеннюю сессию Госдумы 2024 года. Согласно тексту законопроекта, в случае его подписания он вступит в законную силу со дня его официального опубликования. Обязанность граждан раз в 10 лет обновлять водительские удостоверения не только увеличивает административную и фискальную нагрузку на граждан, но и не имеет практического смысла для обеспечения безопасности дорожного движения, поскольку водители, которые не были виновниками ДТП, не представляют опасности для дорожного движения и, соответственно, не должны тратить свои финансовые средства и время на обновление водительских удостоверений, говорится в пояснительной записке к данному документу. В этой связи представленная законопроектом инициатива о продлении срока действия водительских удостоверений до 15 лет для граждан, которые не были виновниками ДТП, позволит на более продолжительный период исключить необходимость прохождения метаосвидетельствования и сбора соответствующих документов, что сэкономит время и деньги добросовестных водителей транспортных средств. Также принятие законопроекта снизит нагрузку на государственные органы, занимающиеся выдачей и продлением водительских удостоверений. Более того, возможность продления водительских удостоверений для водителей, не ставших виновниками ДТП, будет стимулировать их к соблюдению правил дорожного движения и более ответственному поведению на дорогах, считают авторы инициативы. А если вы хотите экономить на обслуживании своего автомобиля, получая 10% с каждой заправки, 5% за оплату автозапчастей, автоуслуг, автосервисов, шиномонтажек, автомоек, платного проезда, платной парковки, штрафов ГИБДД и полисов страхования, вы можете заказать себе автомобильную карту Драйв от Т-Банка. Она позволяет компенсировать часть своих расходов на автомобиль. К примеру, я за прошлый 2023 год по своей карте получил более 37 тысяч рублей кэшбэка. Сейчас новые клиенты банка при оформлении карты по моей ссылке могут получить 12 месяцев бесплатного обслуживания. Подробности и ссылка будут в описании. Вот такая вот информация. А что вы думаете по поводу этого законопроекта? Своим мнением вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Если у вас есть проблемы с просмотром или загрузкой этого видеоролика на этом канале, я его дополнительно продублировал на других площадках проекта Автосправочная. Ссылки будут в описании. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!